Соревнования у нас ежегодные, приглашаем мы весь Крым, кто приедет, ну едет уже Евпатория, Севастополь, Симферополь, Ялта, Феодосия, как бы широко представлены спелеологи. Это специально подготовленные люди? Не совсем и не обязательно, просто туристы, которые занимаются ориентированием на поверхности, ну кому интересно, кому интересно попасть под землю. Это старокарантинские каменоломни в Керчи и даже в Крыму, это самые большие, самые глубокие каменоломни, они вызывают интерес, поэтому народ поедет и едет, и каждый год едет. Возраст разный, от таких вот, как я, Аксакалов, будем говорить, и до совсем маленьких детишек. Вот в прошлом году вообще чудо были, такие 6-7-летние дети, которые были с руководителями, которые тут нам концерты устраивали. Правда ли, что лагерь разбивается прямо вот внутри, в каменоломнях? Да, лагерь разбивается здесь, мы выбрали самую безопасную, самую теплую территорию, у нас каменоломни теплые вот в этом районе. Сколько градусов? Температура 12-14 градусов, то есть достаточно комфортно. Трасса для детей, песочница называется, тоже самый безопасный, плоский, отдельно район, который мы контролируем. Там ищут, то есть ориентируются по карте, ищут свои пикеты, будем так говорить, это детские игрушки, ну, как песочница для детей. Мы там развесили детские игрушки, они на их фоне фотографируются, и так, занятное такое, ну, детям очень нравится. Для Аксакалов есть достаточно трудная задача, то есть сейчас достаточно обширный участок каменоломен включен, которым, ну, если так будем говорить, от одного конца, ну... Километр? Два? Три? Ну, километр с небольшим. Ну, это ж по прямой, но так же не бывает. Это на карте, если мы замерили километр с небольшим. Принесет ли это соревнование определенную пользу для, может быть, составления схемы каменоломни? Обязательно, оно так и приносит. Каждый год мы добавляем участок каменоломен, проверяем старую съемку, если она существует, добавляем новую, там, где не существует. То есть каждый год мы более детально приводим в порядок то, что есть картографические материалы, и добавляем картографические материалы, естественно. Продолжение следует...